Особое мнение на 101FM Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду и я, Мария Кожевникова. В гостях у нас руководитель проекта «Пятка без мусора» и эко-соседи, кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Скурихина. Анастасия, добрый день! Здравствуйте! Анастасия, ну давайте начнем, наверное, вообще с вашего пути в политику, да, потому что вы человек в политике, получается, новый. Откуда вообще такое желание возникло из общественной работы в политику пойти, не знаю, уговаривал, может, кто-то вас? Я уже потом писала, в принципе, даже говорила на одной трансляции своей, что пойти в политику меня подтолкнула, собственно, ситуация в общественном секторе. То есть я пять лет занимаюсь общественной деятельностью, некоммерческой, на тему как раз экологического просвещения, в массы, так сказать, на тему раздельного сбора отходов, ну и так далее. И я вижу, что на уровне общественного сектора, к сожалению, не решаются вопросы. Ну то есть просто не решить снизу, это называется. И раз нужно решать сверху, ну давайте попробуем тогда, это я для себя так сказала, давайте попробуем все-таки порешать. Но не сказать, что это прям была моя цель, идея фикс, потому что это как в фильме «День выборов», да, еще вчера я не собирался стать губернатором, но ради Мунылы Гедоныча. Поэтому, в принципе, все произошло как в этом, в этой цитате. Просто поступило предложение, я его рассмотрела и, в принципе, согласилась. Ну вот вы ведь впервые в эту историю окунулись, не знаю, вообще интересно, какие чувства человек, который в политике вдруг оказывается, тем более девушка, молодая девушка, какие чувства испытывает этот человек? Да, это, кстати, во главе угла было именно внутри меня наблюдение за своими чувствами, потому что для меня это важно, ну мой внутренний мир. И я вам скажу так, что это, конечно, было непросто, потому что на ряде дебатов, например, или в ряде случаев, ситуаций жизненных были, ну, совершенно, на мой взгляд, некорректные поведения там других кандидатов по отношению ко мне, либо к другим людям. И оно, понятно, что с моей колокольни так выглядит, то есть с колокольни другого человека это абсолютно нормально и даже правильно, и даже многие считают, что если политик, он должен там драться с кулаками, лезть, как бы уметь отстоять что-то. Но как раз-таки моя позиция, как девушки, наверное, может быть, как матери, да, что политика должна быть с мирным лицом, и люди должны уметь друг друга слышать, договариваться и гуманно друг к другу относиться, в первую очередь, по-человечески. И это моя точка зрения, я считаю, что я буду в такой же парадигме дальше действовать. А вообще изменилось, ну, не знаю, отношение ваше, вот, когда вы стояли в стороне и когда вы попали внутрь? К чему? К политике, к тому, как там всё может быть устроено. Хороший вопрос, на самом деле, я не знаю до конца, потому что я же вижу только совсем один пазл, наверное, из миллиона пока что. То есть то, что я успела увидеть, понаблюдать, проанализировать, это очень мало, прежде чем, ну, как бы, чтобы сделать какое-то, составить собственное мнение, я так считаю. Мне, чтобы составить вот реально глубокое мнение о чём-то, я такой аналитик по складу как бы своего характера ума, я очень долго наблюдаю, не делаю выводов там оголтелых какие-то, не вывожу там супер, там, как сказать, громкие возгласы, да, о чём-то, если я в чём-то действительно не разбираюсь. Поэтому я пока наблюдаю, то есть сложно сказать, поменялось или нет, в чём-то поменялось, но, как сказать, интерес увеличился, понять всё-таки, понять, что как устроено, где здесь есть действительно инструменты для изменения нашего общества и в целом России, как бы жизни в России в лучшую сторону. Услышала грубость, там, не заревела, не убежала. А вы знаете, да, нет, на самом деле, вот в этом плане я считаю, что женщина как бы в семье и женщина в политике, это две разные или ещё два разных человека, пусть даже это одно лицо, вот, всё-таки нужно уметь быть стойким человеком и понимать, что каждый, если что-то даже говорит, во-первых, он действует в каком-то своём внутреннем мире, и он может говорить в том числе, может быть, у него вообще очень психологические проблемы у человека, да, нерешённые внутренние, и он таким образом просто замещает это, вот, это во-первых. Во-вторых, а во-вторых, моя собственная реакция этой серии, ну, вот Луна висит квадратная, ой, круглая на небе, а я хочу, чтобы она была квадратной, то есть я хочу, например, чтобы другой человек вёл себя иначе. Ну, какое именно это право? Каждый ведёт себя как хочет, а моя история в том, чтобы вести себя достойно и, ну, в любой ситуации, неважно в какой, и всё-таки продвигать те ценности, которые во мне звучат. А самой избирательной кампании, вот она сама как лично вам далась? Не просто, потому что у меня есть двое детей, один из которых, один из которых, там, менее двух лет, вот, ребёнку, и, конечно, если бы не моя семья, которая меня поддержала в моём выборе, это и мама, и сестра, и муж, то вряд ли бы я вообще согласилась на эту авантюру, честно, потому что, ну, как бы, маленький ребёнок ещё и на грудном вскармливании был, вот, и, соответственно, да. Ну, это было как, к вам обратились, вас увидели, да, и пригласили, так это было? Ну, скажем, да, то есть после марафона идеи партия «Новые люди» просто как раз, скажем, кандидатов рассматривала разных и поступило предложение из серии «А почему бы и нет?», вот. У меня сначала, ну, такое было, что, ну, вообще, изначально во всей моей деятельности общественной я занимала очень нейтральную позицию, в принципе, можно сказать, я и сейчас до сих пор её занимаю, потому что я считаю, что в политике нужно не дружить с кем-то и не враждовать, а просто делать дело, вот. Соответственно, просто был, да, был разговор о том, что есть возможность реализовать себя как бы ещё и так, и свои, как бы, идеи, которые я хочу донести, честь снизу донести, попробовать сверху, поэтому я и согласилась. Вы имеете в виду, что вы можете, там, выступать лицом партии, но при этом, как бы, быть немного отдельной и быть Анастасией Скурихиной, да, в первую очередь? Ну, это, в первую очередь, с моей колокольни так выглядит, да, то есть я по-другому и не соглашусь, а не согласилась бы. Вот. А в том числе, да, что все наши мои, там, нашего движения, идеи, то, что мы хотим поменять, скажем, в законодательстве, они также и импонируют руководителю партии, то есть основателю партии. У него же тоже экологическая повестка очень, как бы, сильная и правильная, поэтому будем работать. Вот о самой ещё компании хочу поговорить, потому что я знаю и материалы писала о том, как новые люди, нужно же было подписи собрать, чтобы... Да, это было очень непростой вообще этап. Вы сами принимали в этом участие? Конечно, я ходила по подъездам, я вам больше скажу, у меня день рождения 30 июля. Оно пришлось ровно на, скажем, финишную неделю по сбору подписей. Ну, на самом деле, у нас не так много было, у нас было 10 дней всего на сбор, там долгие были процедуры по... Сначала это подписной кампании, вот, и, соответственно, пришлось вот реально напрячься, не есть, не спать, там, бегать по подъездам, условно разговаривать с людьми и так далее. И мы даже вот, у меня даже был такой как раз, ну, случай, что ли, да, что я в подъезде, как бы, у меня день рождения, и вместо этого 35, мало того, то есть это юбилей. То есть вместо какой-то базы отдыха, там, я вот провожу с избирателями, ну, уж куда тут больше, знаете, серии приверженности своему делу. Вот, кстати, день рождения так и не отметила, к сожалению, потому что у меня ушел папа потом, и как-то не до этого стало уже. И, наверное, еще чего-то нелестного удалось наслушаться. Вообще, вот, наверное, ведь это... эти прогулки по подъездам, они как раз показывают отношения очень здорово людей. Конечно, да, да, то есть это соприкосновение непосредственно с населением, да, с людьми, которые вот просто живут, и они что-то хотят, у них какие-то проблемы, и они не знают, кому это сказать. Ну, то есть, наверное, мало все-таки случаев, чтобы кандидат, либо вот будущий депутат, да, сам пошел там подписи собирать, например, и непосредственно сегодня разговаривал. Мне это было интересно, мне было важно это услышать. Я увидела, что большинство людей волнует, конечно, одни и те же вопросы. Вот, у меня там была такая толстая тетрадочка, куда я записывала все эти вопросы с тем, чтобы дальше как-то пытаться разобраться. Что самое главное? Ну, это, конечно, социальная сфера, то есть это жилье, это тарифы на коммунальные платежи и так далее, социальные выплаты, там, малоимущим. Потому что, конечно, у нас, к сожалению, государство, ну, в Кировской области, по крайней мере, я не знаю, как в целом в стране, но я вижу по городу, по-нашему, особенно в тех районах, где я собирала эти подписи, там, где я живу, в Ново-Вятске за переездом, большинство людей живет за чертой, как это, даже не средней заработной платы, а ниже прочистного минимума. И понятно, что у них все вопросы именно об этом. Очень хочется изменить эту ситуацию, не знаю, насколько это, возможно, там, не знаю, сделать за пять лет, в единственном лице, там, от одной партии, там, в нашем законодательном собрании, но, тем не менее, попробовать хотя бы. А вообще, вот о самой партии вы приходили, говорили, знали они люди в то время уже или нет еще? Кто-то знал, потому что все-таки партии полтора года, она все-таки ведет и медийную какую-то историю, рекламу, да, и делами, потому что партия сделала несколько проектов, там, и в Кирове, в том числе мы совместно с ними сделали ряд проектов и в стране. Кто-то знал, кто-то не знал, естественно. Всем было интересно, о чем эта партия, что она транслирует, но я считаю, что название партии, оно говорит само за себя. О том, чтобы были новые люди в политике, молодые, инициативные, может быть, даже не сильно молодые, но новые в плане мышления. То есть, все-таки это не штамп в паспорте, да, не дата рождения в паспорте, а скорее, как человек думает. А вообще, вот если брать в целом, да, избирательную кампанию, тут, во-первых, вы внутри, да, оказались. А вообще, насколько, на ваш взгляд, вот эта избирательная кампания, я имею в виду не только новых людей, а вообще все партии, да, отличалась ли она чем-то, вот, на ваш взгляд, от того, что было, там, не знаю, 5 лет назад, 10 лет назад? Ну, я, конечно, честно говоря, сравнивать не могу изнутри, потому что изнутри я оказалась только сейчас, да, до этого снаружи. И второй фактор, почему я не могу качественно сравнить, потому что все-таки у меня была достаточно отдаленная такая позиция наблюдателя, очень далекого от всего этого. Пять лет назад вы имеете в виду? Даже, да, да, даже пять лет назад, вот, поэтому, да уж то, что греха таить, я даже, можно сказать, голосовать-то раньше не особо часто ходила, вот, то есть, как бы, да, потому что не понимала, зачем и так далее. Кстати, вот, это, к слову, большинству молодых людей, ну, не большинству, но есть часть людей, как мы видим, на избирательные участки приходили люди в возрасте, то есть, молодежь приходила, но не в большинстве своем, да, то есть, не вся, скажем, молодежь проголосовала на этих выборах. Да, очень многие говорят, что мы не верим, хотя, казалось бы. Так вот, я хочу сказать, как раз обращаясь к этим людям сейчас, имея такую возможность, что все-таки, ребят, вы не правы, потому что мы живем в государстве, где, ну, голос большинства, он может решающую роль сыграть. И как раз таки вот, если сейчас выборы произошли, например, как-то не так, как там многие считают, например, или кто-то может считать, может быть, стоило на самом деле пойти и выйти все-таки выразить какой-то свой голос, да, а не махать рукой заранее, что, типа, нет, ничего не изменится. Мы видим даже, что по партии «Новолюди», что прошли, потому что как раз те 2 миллиона человек, которые поверили, что можно что-то изменить, они все-таки пошли, поставили свой голос и тем самым добились этих изменений. То есть, пятая партия за 18 лет впервые в Госдуме. Это серьезный результат, я считаю. А вот поменялось-то ваше мнение за счет чего? Так вот, да, я не ответила на вопрос до конца, что насколько меня, ну, были ли не были. Ну, поскольку наблюдателем я была достаточно таким, как я уже сказала, пассивным, то, ну, наверное, поменялось, наверное, в лучшую сторону, раз вообще перемены возможностей стали. А вы имеете в виду, поменялась избирательная кампания? Да, да, да. А я вопрос задала по поводу, уже тоже убежала от прошлого вопроса. Поменялось-то ваше мнение о необходимости ходить на выборы? Почему? А как раз таки потому, что, ну, ребят, мы живем в этом государстве. Ну, то есть, как бы, мы, во-первых. Во-вторых, люди, которые, условно говоря, сейчас у власти, либо там были у власти, это все-таки люди, которым там за сколько-то, да. То есть, это люди, все-таки нужно их кем-то сменять. И если молодежь не собирается вообще в этом участвовать, кто тогда будет рулить, извините меня, государством? Поэтому я считаю, что нужно активно вовлекаться в политические процессы, но вовлекаться правильным образом. То есть, понимать, как все устроено, ну, по-хорошему, да, как должно быть все устроено в нормальном правовом государстве. И идти к этому, а не так, что там, ну, то есть, конструктивный диалог должен быть, а не так, что деструктив. Давайте мы сейчас разрушим здание парламента просто до основания и убьем там всех, кто там находится. Ну, как бы, о чем этот разговор вообще? Если результаты выборов, да, обсуждать, для вас они ожидаемы или неожиданны? Ну, давайте, например, сначала о вас поговорим, о вашем проценте, да, я назову это 7,5%, ну, для человека, который только что пришел в политику и встал на пятом месте, да, после там таких, ну, скажем, опытных, да, людей, как Валенчук, Сураева, Мамаев, Костин и Скурихина на пятом месте. В этом плане был и ожидаемый, и неожиданный, потому что, ну, объясню, почему. Ожидаемый, потому что все-таки я понимала, что, ну, во-первых, я занимаюсь пять лет уже общественной деятельностью, я наведу постоянно, то есть я говорю о чем-то там, важные вещи делаю. И не просто говорю там, где-то вот сидим там мы все время, например, да, где-то в студии и разговариваем. Нет, я делаю на земле конкретные дела, я хожу в перчатках, сортирую этот мусор, открыли экоцентр, там эти мешки-то скаю без конца и края. Еще, то есть я делаю конкретные вещи, которые меняют мир прямо сейчас к лучшему. Вот, и люди-то, они же видят это, то есть они же тоже, ну, как бы, ну, не нужно даже платной рекламы какой-то, либо еще, да, чтобы показать, что человек работает. Видно, это даже по сарафанному радио расходится. Для меня были в том числе удивительные результаты по общественное признание, да, было как раз журналом бизнес-сточник. Общественное прослое имеется в виду. Да, 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 да. Там тоже был какой-то в десятку там, как бы, это, вот. Это, знаете, серии, что ты такое что-то делаешь, что для тебя лично важно, и что ты считаешь правильным для страны, там, для города, и думаешь, да что такого, как бы, вроде ничего такого ты делаешь. Ну, вот, как бы, ну, каждый дурак так может делать, в принципе. А на самом деле это влияет, какими-то кругами расходится, и видишь, что много влияния, то есть на разные категории людей. Там даже в плане того, что люди из серого дома тоже сами сортируют, в нас же экоцентр носят это вторсырье, например, да, либо семьи, члены семей этих людей. Поэтому, с одной стороны, да, получается, что неожиданно, вернее, ожидаемо, что я понимала, что много людей меня знают и, в принципе, могут проголосовать. А с другой стороны, неожиданно, потому что, действительно, на избирательную кампанию было в сравнении с этими людьми потрачено, ну, в разы, если бы не в сотни раз меньше денег, да, с рассказом о себе и о своей работе, поэтому я считаю, что если бы я хоть бы там, ну, в половину меньше там, да, ну, потратила на это всё, то, наверное, у меня было бы первое место, мне кажется. В половину больше вы имеете? Нет, нет, а, в половину больше того, что я потратила, да-да-да-да, но я имею в виду, в половину меньше хотя бы, чем те люди. А вот сама партия «Новые люди», недавно созданная, да, вот, на ваш взгляд, за счёт чего она набрала такой процент голосов? Так, в принципе, за счёт того, что среди людей реально запрос на перемены. Ну, то есть люди хотят уже видеть какие-то новые лица, на самом деле, которые готовы отстаивать их интересы, но конструктивно. Вот, наверное, вот в этом вся речь, что партия ведёт именно такую работу, направленную на то, чтобы увидеть и выявить инициативных молодых людей, воспитанных правильным образом, умных, амбициозных, но те, которые готовы сложить, условно говоря, свою жизнь, посвятить служению, в самом широком смысле этого слова, обществу, да, и как бы, чтобы делать пользу для людей. Поэтому партия собирает вокруг себя таких людей, люди другие это видят и готовы следовать, в том числе и за этими людьми, и в целом за партией, поскольку это уже такое сообщество молодых, правильных, да, амбициозных, которые готовы действовать на благо своей стране. А вообще, на ваш взгляд, вот это действительно там поиск мысли нашей молодёжи о новых лицах, или это некое протестное, так скажем, голосование, но при этом люди, ну, не сильно задумывались о том, что они делают, они просто ставят галку у некой новой партии? Ну, я думаю, что в большинстве всё-таки это первые, то есть первое то, что вы назвали, и, естественно, были люди, которые ушли бы за кого-нибудь, но там не за то, что было, вот, но, мне кажется, большинство всё-таки хотят и что-то, особенно те, кто именно за партию проголосовали, это большинство те, кто ищут, хотят и, ну, желают перемен, мало того, желают сами в это вовлекаться. А вот если сравнивать результаты новых людей в Кировской области и по Госдуме, да, у нас 8%, это в Госдуму, а в УЗС вообще около 9%, а по России 5%. Вот, на ваш взгляд, ведь разница немаленькая, но почти в два раза, по сути, да, вот, на ваш взгляд, в Кировской области за счёт чего такой процент получился? Мне кажется, как раз за счёт того, что мы вели работу ногами, что называется, а не агитационными лозунгами, да, и не обещаниями, то, что мы там изменим мир к лучшему, там, только придите. Действительно, были регионы, которые набрали там даже менее 1%, но также были регионы, особенно на Камчатке, там, на Дальнем Востоке, где было больше 10%. Ну, там вообще протестно, в принципе, настроенное население, они хотят всего нового. Да, про Киров я считаю, что, во-первых, то, что мы много действительно работали, и я совместно с партией, и партия сама по себе, и мы вместе, вот. Во-вторых, тут, да, тут тоже люди хотят перемен, ну, правда, хотят. Всё-таки мне и о других хочется поговорить, да, ну, вот о той же Единой России, да, опять же, ну, попробуем сравнить результат в Кировской области и в целом по стране, да. У нас 29%, по стране 49%, причём за 5 лет Единая Россия 8% голосов в Кировской области потеряла. Вот это, на ваш взгляд, с чем связано? Вот здесь, как это, из серии компетенций, да, то есть мои политтехнологические, там, политические, поскольку понимание вообще всей ситуации не очень велико, то, к сожалению, я прям прокомментировать это качественно, мне кажется, не смогу, вот. У меня есть какие-то мои собственные размышления, но, мне кажется, не стоит это выдавать за прям истину в последней инстанции. Ну, у нас особое мнение. Понятно. Ну, наверное, 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 потому что у нас вообще народ как бы вятский, он такой особый народ, вот если честно, да. Даже политтехнолог партии, когда сюда приехал, он, мы когда разговаривали, он, я не понимаю вообще этих людей. Да, то есть у нас свое, действительно, особое мнение, опять же, на все, да, и мы можем говорить одно, а делать другое. Вот, мне кажется, это из этой серии, что мы можем в чем-то соглашаться, а потом взять и сделать по-своему все равно. Может быть, поэтому. А вы в ОЗС идете как списочник. Да. Это уже решенный вопрос, да, насколько я понимаю. Ну, во-первых, какие чувства испытываете перед тем, как стать депутатом? Очень волнительно, на самом деле. То есть это, ну, это же ответственность. Это ответственность, это то, как в школу первый раз пошел, а ты в первый класс, вот у меня примерно схожие ощущения. А какие там будут у меня эти... Одноклассники? Да, 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 одноклассники. А какой будет учитель? А будет ли там что-то еще? Ну, то есть, что будет интересно, что не будет, и что придется делать? Не до конца, конечно, понятно все. Есть такое, очень такое поверхностное представление. Будем разбираться. Я считаю, что вот чем я горжусь, да, как бы именно про себя, что я, наверное, в любой ситуации все равно смогу разбираться, и обычно у меня медаль в школе была так-то, вот. И, соответственно, как бы там ни было, я делала свое дело, то есть несмотря на всякие сложности и трудности. Поэтому, мне кажется, и здесь точно так же будет. Будет всякое, и моя задача делать работу качественно, и я этим собираюсь заниматься. Но уже есть какие-то идеи, да? Конечно, да, у меня уже даже два есть законопроекта, которые я хотела бы прям реализовать. Ну, понятно, что один из них связан с раздельным сбором. А, ну, можно же подробнее? Ну, да, то есть, первое, это про раздельный сбор. Это про то, чтобы у нас была разработана четкая система внедрения поэтапного этого раздельного сбора в нашей области. Чтобы это было... Да, и чтобы был дифференцированный тариф для тех людей, которые сортируют. Потому что основная масса людей не будет это делать, если она не будет заинтересована материально. В «Экососедях», вот, кстати говоря, да, к слову о проекте «Экососедей», то, что мы реализуем уже в два года, получается, в городе, мы реализуем это как общественная инициатива, и она таковой и является. И она заключается в том, что мы домам даём понять, что они могут не сэкономить как раз, а в этом случае от реализованного вторичного сырья, который они собирают всем домом, получить некий профит. И дом использовать на свои эти общедомовые нужды. Так вот, это, конечно, хорошая инициатива, да, правильная, и таких побольше бы в разных городах. Но дело-то в том, что этот вопрос не решит, потому что кто-то в этом не будет участвовать чисто на добровольных основе. А если законодательная инициатива говорит, что человек, ты как бы, если сортируешь, ты молодец, если не сортируешь, то ай-яй-яй, то тогда это будет работать гораздо эффективнее. Плюс договариваться наши люди умеют плохо, а когда у тебя, у конкретного человека, есть материальная заинтересованность, и есть инфраструктура, да, потому что два момента, которые просто вот на протяжении моих пяти лет, то, что я работаю, я вижу, что два очень серьёзных момента, которые мешают внедрению этой инициативы вообще раздельного сбора. Первое – это отсутствие инфраструктуры, то есть вот нет доступной дворовой истории. А второе – это отсутствие мотивации, ну, то есть кнут или пряник, то есть было бы и то, и другое. Вообще, ещё инфраструктура, да, у нас бы тут, ребята, давно уже был бы ноль отходов. А вторая инициатива? Вторая – это прямые выборы мэра. То есть партия топит за прямые выборы, и мы считаем, что так должно быть. Ещё у нас есть минутка до рекламы, поэтому давайте ещё один вопрос я задам, и там посмотрим. Вы идёте не как одномандатник, а как списочник в ОЗС. Одномандатники, они представляют конкретную территорию. Да, да. Вы кого будете представлять? Вот ваш избиратель – это кто? Ну, поскольку вся Кировская область, соответственно, да, жители всей Кировской области. Если говорить про в целом аудиторию, которая поддержала меня и партию «Новые люди», то аудитория – это молодая, это молодые семьи с детьми и просто молодёжь, может быть, без детей. Но люди, которые думают не только про экологическую повестку, как у нас, допустим, то, что я делала, а вообще в целом про качественные изменения жизни в нашем регионе, то есть в лучшую сторону. Вот это и есть аудитория, которая готова сами что-то делать, которая вовлекаться готова в диалог, конструктив, и вот с ними, да, мы будем что-то менять. Сейчас сходим на рекламу и продолжим через полторы минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня в гостях у нас руководитель проектов «Вятка без мусора» и «Экососеди», кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» Анастасия Скурихина. Анастасия, ну вот начали мы уже говорить, да, о вашей новой работе депутатом ЗАГС Собрания, а вообще, на ваш взгляд, вот полноценно совмещать общественную деятельность, депутатскую деятельность, плюс, как вы говорите, там у вас маленький двухлетний ребенок, вот, ну, насколько это реально? Вопрос в делегировании здесь. То есть тут, конечно, должна командное взаимодействие, как в семье, как в общественной деятельности, так и в депутатской. Я считаю, что если все правильно организовать, то можно это все совмещать. И, в принципе, у меня и было так все до этого момента организовано, что там часть времени я посвящаю предвыборной истории, часть времени нашему экоцентру, все остальные общественные движухи, ну и, естественно, какая-то часть семьи. Хотелось бы побольше. Не почувствовали вы провалов какой-то из этих сфер в этот момент? Ну, знаете, я компенсировала. То есть, например, если я там бегаю, собираю подписи 10 дней, то потом я два дня просто провожу семью и выключу все телефоны. То есть вот из серии такой. Да, совмещать сложно, но, что называется, кто говорил, что будет легко, да? То есть если ты хочешь как бы каких-то перемен и вовлекаться в разные сферы, и каких-то... Сама еще действовать в этом, то, конечно, придется поработать, засучив рукава. Но у меня есть большие команды, то есть в каждой сфере есть люди, которые поддерживают, и они готовы взять на себя часть нагрузки, а от меня, условно, будет там... Да, нет. Вот. Поэтому и в плане проработки законодательной инициативы, например. То есть у меня же есть команда людей, которые прям уже готовы там, да, у них юридическое образование и так далее. То есть они прям готовы в этом включаться и совместно действовать. То есть все экологические проекты ваши, они будут продолжены? Конечно, да, да, да. То есть просто будет ответственный человек за каждое направление. То есть за экососедей, например, там, Златослава у нас есть, человек, который сейчас координатор, но будет руководитель вместо меня. За экоцентр там еще один. Учитывая, что, кстати, я сейчас тоже маленький анонс, мы с первого октября, ну вообще в октябре расширимся еще, прям хорошо расширимся. Расскажите, я просто как новостник очень люблю новости. Отлично. Ну, мы нашли классного партнера, не буду его озвучивать, потому что, да, это самое, но эта организация готова поддерживать нас ежемесячно на такую достаточно крупную сумму, и мы сможем себе позволить аренду 170 квадратных метров на втором этаже, вот где мы сейчас находимся, там маленький такой у нас закуточек, а будет большое помещение для именно экопросвещения, куда мы собираемся водить детей классами. То есть прям вот приходит класс, и мы всем классу рассказываем, как правильно там себя вести там-сям на природе, в доме, чтобы к природе бережно относиться. Вот. И там можно будет устраивать лекции, кинопоказы, мастер-классы массово достаточно. Для детей и для взрослых. Да, да, для детей и для взрослых. То есть это история про как раз экопросвещение, и оно должно быть максимально доступным для большинства, так скажем, населения. Вот. То есть это большой, я считаю, шаг, потому что у нас нет такой площадки в городе. Есть уже какие-то идеи по названиям, то есть как этот центр будет называться? Да мы что-то как-то, вот знаете, у нас было движение «Была вятка без мусора», открыли экоцентр, ну ладно, пусть будет экоцентр «Вятка без мусора». Хотя направление мастер-классов и вообще всего экопросвещения, естественно, будет не только про мусор, потому что, скажем так, бережное отношение к природе – это не только про отношение с отходами. Вот. Поэтому идеи пока думаем, как лучше назвать, но это будет тот же самый экоцентр, просто в расширенном варианте. Вот. А вообще лекции, там, не знаю, лекции – это слишком скучно звучит. Какие-то, не знаю, мастер-классы, экскурсии для детей. Это воспитание нового поколения или это воспитание родителей через детей? А вы знаете, и так, и так. То есть я заметила через свою деятельность, что очень многие родители меняются именно через детей. То есть сами мы вроде как бы не очень бы в это вовлеклись. Небольшой процент именно взрослых людей готовы к изменениям. Но ради ребёнка я начну сортировать. А потом смотришь, как бы и сам втягивается. Да. Может, ещё какие-то новые проекты у вас появятся? Я думаю, что, скорее всего, мы эко-соседи как-то как раз-таки с учётом возможностей депутатства, так скажем, ассимилируем под большие возможности, больше под людей, под то, чтобы это было более широко в массы внедрено. Не знаю пока, как это будет происходить, но в мыслях именно сделать проект, чтобы он в каждом доме существовал. Ну, потому что он реально полезный, правильный. Ну, вообще, вот в силу этой депутатской работы вы верите, да, что вот это действительно должно помочь? Или не попробовал, не понял, да? Да, да, да. Из серии, ну, нужно же посмотреть, как это всё работает на самом деле. Пока верю. Может быть, перестану. Я не знаю, честно, потому что как там всё будет устроено, как сейчас там всё устроено. Я просто, знаете, во что верю больше? Верю не в конкретную работу депутатом в ЗАГС Собрании Киркской области, я верю в то, что политика будущего, она поменяется. И политик будущего поменяется качественным образом, как человек, как личность. То есть я верю, что, ну, не сейчас хорошо там, даже не через пять лет, но лет через пятьдесят точно в политике будут те люди, которые действительно готовы служить с большой буквы народу, потому что депутат — это слуга народа. Сейчас немножечко иначе всё выглядит. Вот. Мне бы хотелось вернуть эти понятия обратно. И хотелось бы, да, чтобы большинство депутатов были такими и люди были довольными. Ещё, наверное, вот в вашей ситуации многое зависит от того, насколько, как вы назвали их, одноклассники ваши будут молоды или не очень, да, насколько они будут консервативны или не очень консервативны. Но на самом деле вот мы пока смотрим, там одномандатников-то, конечно, очень много среди выигравших тех, кто там уже не первый созыв сидит. Ну вот я повторю, что новый человек, то есть человек с новым мышлением — это всё-таки не дата в паспорте, а именно другое отношение к жизни. Поэтому вполне себе может быть человек в возрасте, но он думает очень инновационным образом, и, соответственно, я считаю, он будет новый человек. С такого понятия, да, с такой колокольни. Писала сейчас новость, слушала эфир, который у нас был накануне. Нам удалось подключить Дмитрия Осипова, главу администрации, по телефону. И вот он, говоря о шумовых полосах, ну, я думаю, на дорогах, вот через которые не очень-то просто проехать. Я думаю, что, ну, наверное, о многом можно говорить так, да. Он говорит о том, что при любых преобразованиях, нововведениях, да, всегда найдутся недовольные. Это точно. А дальше он заявляет, что, ну, если этих недовольных слушать, то мы, в общем-то, вообще ничего не сделаем. Вот не слишком ли резкая позиция, на ваш взгляд, согласитесь ли вы с ней? Можно я подпишусь и повторю? Я по своей общественной деятельности могу сказать. Вот вы знаете, уж насколько безобидный человек-общественник, да, то есть человек, который действительно всю свою душу, всё своё время вкладывает в, скажем, в то, чтобы какие-то были перемены, не требуя там ничего взамен, да. Это я сейчас про себя говорю. Это склад. Да, да, склад характер. Ну, вот просто мне так хочется. Но всегда найдутся люди, и находились в течение этих пяти лет, которые говорили, да вы что, этот человек делает только потому, что ему выгодно. Нет, это какая-то скрытая выгода. Этот человек хочет, там, я не знаю, захватить власть в итоге, не знаю. А мусор мы не сортировали и не будем. Да-да-да-да, там, не знаю, мусорную монополию себе в итоге забрать, там, или купила квартиру на грант, ещё что-то. Ну, то есть всегда есть, мало того, что люди недовольны конкретно тобой, и ты для них всегда плохой человек, но для них просто все люди плохие, это как бы, да, такой сразу оговорочка. Вот, что обычно люди транслируют то, что думают внутренне обо всех, и о себе в том числе. А вот, а что касается нововведений, тоже, естественно, будут недовольны. Зачем нам этот раздельный сбор? Да вы что, с ума сошли, что ли? Буду я ещё сортировать? Да, вот не сортировали, и сто лет ещё так проживём. То есть люди, которые просто зациклены на, ну, на своих, наверное, проблемах просто, потому что у людей реально много в жизни разных других проблем. И это касается там даже не только, может быть, финансовых, там, каких-то историй, там, личная жизнь, ещё что-то, здоровье. И человек, находясь в такой уязвимой позиции, ну, естественно, он говорит из боли какой-то, да, внутренней, из каких-то таких ощущений, которые просто не дают адекватно оценивать происходящее. Поэтому, конечно, такой человек будет всё отрицать, там, называть очень всё негативно. Я это прекрасно понимаю. Сначала, честно, я обижалась, я рыдала там ночами. Да что такое? Я такой святой человек, не знаю, у меня просто, можно сказать, нив над головой уже светится. Ну, почему они так считают, говорят, обо мне плохо? Нет, потом всё это прошло, пережилось, переосмыслилось, и я понимаю просто, что, ну, люди все разные, на самом деле, всем не угодишь, всегда будут недовольны, я прям реально повторю эти слова. Вот. Но надо всегда действовать, исходя из здравого смысла, да, и понимания, что всё-таки, вот, то есть мы движемся туда, и большинство-то за единицы, те, кто недовольны, или, может быть, кричит громче остальных, но они тоже делают это там, как я уже говорю, по своим причинам. И не исключено, что они поменяют свою точку зрения, когда увидят, что все вокруг сортируют, например. Да, у нас, знаете, на УСПК-соединении были очень показательные случаи, когда, например, мы проводим собрание, да, и говорим жильцам, люди, а давайте будем сортировать, смотрите, одни выгоды, вы сортируете, мусора меньше, дом деньги зарабатывает, ваши там дети вовлекаются в экологическое бережное отношение, как бы, к природе, ну, вообще просто все счастливы. Обязательно найдётся кто-нибудь, который скажет, вы что, тараканы, крысы, там, в подвале, эти деньги заберёт председатель себе на машину, там, вы вообще просто, там, думаете только о себе, ну, и так далее. И эти люди, ну, они, естественно, в меньшинстве, они со временем наблюдают, что происходит. О, клумба появилась, там, что-то ещё. Тараканы не забегали. Да, да, тараканы не забегали. Этот человек, ну, я имею в виду себя, приходит там точно так же, проводит, допустим, акции, да, и не поменялось, там, свою Мазду 89-го года, там, на Поршка, Каен какой-нибудь. Ну, то есть, как бы, вроде бы, всё, как они говорят. И он начинает менять потихонечку свою позицию, а тем более смотрит, что тот сосед, другой подключился, и он думает, ну, а чё я-то такой? То есть, я-то чё, как бы, тут этим не занимаюсь? И всё. Потихонечку приходит какое-то осознание. Я всё-таки считаю, что светлые силы победят, вот честно. То есть, мы идём к свету, мы за добро, и так и будет дальше. Вообще, вот у нас тут меньше, чем минута осталась. То есть, вы вот, ну, на своём, там, примере пятилетней работы, вот, ну, насколько вообще легко, сложно продвигать что-то новое, и насколько кировчане вот уже в этой сортировке мусора сейчас? А это как в графике математическом, как это, парабола, гипербола, не помню, но когда сначала маленькие изменения, а потом резко вверх идёт график. Вот это примерно так же. Сначала очень сложно и со скрипом, а потом, чем больше вовлекается, тем больше вовлекается. Поэтому надо просто действовать, не останавливаться. На этом закончим. Я думаю, что в следующий раз мы с вами встретимся уже, когда вы будете в статусе депутата. Продолжим разговор. Спасибо, Анастасия, за разговор. Доброго дня, доброго дня всем слушателям. Особое мнение на 101FM